Итак, всем привет! Начинаем тест-драйв Mitsubishi L200 L200 это у нас полноценный пикап, рамный Данный автомобиль укомплектован одной из самых лучших внедорожных трансмиссий, на мой взгляд, Super Select Которая, в отличие от многих других внедорожных трансмиссий, позволяет нам полноценно ездить на полном приводе С постоянным полным приводом, да, не парт-тайм, который подключается только на заснеженных и скользких дорогах А просто на постоянном, на любом покрытии Так, машина у нас дизельная, сколько здесь лошадей? 136 лошадей 136 лошадей, а цена такого автомобиля? Автомобиль на полной комплектации, на автомате, миллион 139 тысяч Миллион 139 тысяч, это самое навороченное, да, что может быть? Да Ну это очень так демократично по сравнению с Умароком, да? Так, ну что, начинаем? Едем сейчас на полном приводе Вообще, Super Select это одна из самых известных внедорожных трансмиссий Если говорить вообще об истории, о внедорожниках, да, то есть вот на Pajero устанавливается Ну на Pajero, он, конечно, не равный, вот последний А L200 это прям вот в лучших традициях Это полноценный равный пикап, полноценная внедорожная трансмиссия То есть вот на мой взгляд, я думаю, что проходимость у него одна из самых лучших вообще в классе Ну и я думаю у пикапа, вот Navara там есть очень тоже такая, со своей прогрессивной трансмиссией Но L200 это очень хорошо Объясняю почему На всех, значит, УАЗах, у нас Патриотах, там, на части автомобиля Land Cruiser На патролах В чем суть трансмиссии, например Их нельзя назвать полноценно полноприводными Потому что там установлен так называемый Part-Time То есть часть времени только Part-Time FWD То есть полный привод мы можем включать только на заснеженных участках И когда одно колесо проскальзывает Если у нас идет смена покрытий, асфальт, значит, лед, асфальт снег, асфальт песок То лучше ездить, в основном все машины ездить на заднем приводе Вот, поэтому полноценно назвать УАЗы Часть патролов, Land Cruiser, там, Pajero, Sport, да, предыдущие Там тоже жестко подключаем Их, в принципе, нельзя Потому что суперселив у нас позволяет Здесь установлено три дифференциала Два межколесных, теперь здесь сзади И центральный межосевой То есть, поэтому, в принципе, мы можем постоянно ездить на полном приводе Вот, поэтому это одно из самых таких серьезных достоинств данного автомобиля Потому что, в принципе, конструкция очень проверенная временем Вот эти вот легендарные дакаровские Pajero у нас Третьи все вот ездят, знаешь, трансмиссии И плюс, у нас высокая очень посадка И очень энергоемкая подвеска Машина немножко раскачивается на неровности У нас гидро здесь, да, установлено? Да А автомобиль опутал у нас в зимнюю резину Вот, подогрев можно даже немножко убавить Потому что на улице холодно, но подогрев в сиденье Да, у вас сиденье не работает А почему так сиденье греет? А, не греет Я уже думал, вот это да Вот это сиденье Автомат работает у нас Ну, внедорожный автомат с скоростью Он никогда не будет хвастаться, да, в отличие, например От Умарокко В Умарокко, конечно, побыстрее работал Но вот этот автомобиль Он какой-то такой простой и надежный Вот, если бы, например, я выбирал автомобиль для каких-то дальних экспедиций Вот, я думал, что я выбрал бы именно L200 Потому что проверенная временем конструкция, в принципе, и не особо она как-то напрягает Потому что вот сейчас, если говорить опять про оффроу вспомнить Мало сейчас выпускаются рамных автомобилей С таким, с такой трансмиссией, мне кажется Сейчас уже патролы у нас не рамные Ой, патролы рамные, но уже не на мостах, да То есть следующий подфайнер будет тоже не рамный Паджеро, вот интересно, рамный будет или нет следующий? Спорт? Ну и спорт, и спорт, он рамный, мне кажется, останется на L200 сделан А вот Паджеро обычный Паджеро уже на интегрирование рамных А, Паджеро, да, что-то я перепутал Ну там как бы усилены лонжероны, да, так сказать? То есть там система усиленных лонжеронов Ну вообще очень, вот если бы я выбирал внедорожник для оффроуда Недавно вот я проводил, значит, опрос у себя на странице Про голосовало больше тысяч человек Что-то я даже не помню, кто выиграл Но по-моему выиграл, по-моему выиграл Геленваген, по-моему Так вот если говорить про Геленваген Здесь, в принципе, тоже В принципе, трансмиссия здесь три дифференциала То есть, в принципе, что-то похожее Ну или на геленвагене, конечно, там есть принудительные блокировки Межколесные даже, то есть там очень серьезные вещи А так, в принципе, высоко сидим Не на уровне мазов, да, но выше всех фокусов И примерно как в Газели Интерьер по-спартански у нас такой Пока стоим в пробках, я думаю, тут говорить пока нечего Не особо интересно Итак, мы выехали из Из города Из таких пробок Наконец-то мы можем Так, у нас Д Так вот, продолжаем, значит, пока едем У нас трасса, у нас 80 километров У нас тяга очень хорошая Ну, в принципе, по трассе Можно назвать, очень энергоемкая подвеска Много что глотает Она, конечно, не для того, чтобы у нас С виражи там ходить по полной программе Но у нас адекватный руль Выбой мы практически не чувствуем Очень плавно автомобиль идет Автомат работает всегда в натягу То есть он тянет у нас Вот мы сейчас едем Почти 100 километров в час 2000 оборотов То есть, в принципе, нормально Хорошая крейсерская скорость для данного автомобиля Причем, повторяю У нас постоянный полный привод И хотел бы сказать, что на парт-тайме, например Вот ехать вот так с высокой скоростью Вообще производитель не рекомендует Ни на УАЗе Ни на части автомобиля Лэнд-Брузер 100 Ни на патролах Ну, в принципе, при сменном покрытии Неоднородном Ехать производитель не рекомендует А здесь мы, в принципе, можем постоянно ехать И нам это ничем не грозит Так, а если минимальная Вот за минимальные прям деньги Вот Сам СИЗИ То есть, спарт-тайм То есть, изи-селях называется Сколько нам она стоит? 700-9 тысяч 800-9 тысяч Ну, это пустой автомобиль В принципе, как УАЗик Да, то есть, там, в принципе, только будет кузов И все Там никаких наворотов Прибам вас Въезжаем мы, значит На среду обитания Постоянного Для Л-200 У нас солнца Степи Поля Вот У нас, значит, постоянный полный привод Всегда включен И у нас не будет каких-то подключений Которым мы не готовы У нас всегда постоянный полный привод Вот, честно Суперселек Меня вот Продолжает радовать Потому что скользко Машина очень себя уверенно ведет Мы по этой дороге ездили на Амароке На мой взгляд, у Амарока Подвеска все-таки Была не такой энергоемкой Она больше пропускала Холдобин Чем у Л-200 И я могу сказать Что если, например, сравнивать Эти автомобили Вот Ну, Амарок Он везет Ну, пошире автомобиль Да И На нем мы не чувствовали габаритов А здесь Я вижу вот Каждый уголок капота Огромные Просто огромные зеркала И хорошая обзорность Просто вот Мне кажется Автомобиль располагает Ко всем вот этим Вот бездорожным покатушкам Дизель очень уверен У нас тянет на низах То есть я вот сейчас Еду по таким Ну, нельзя назвать это Каким-то Сверх Ну, по плохой дороге Да, я даже, в принципе На холостых все это проезжаю Потому что Потому что смысла нет Машина и так хорошо вытягивает Также мы здесь можем Принудительно заблокировать Межусевой дифференциал То есть жесткое подключение И Чтобы не греть муфту Которая у нас Разделяется Занимается распределением Вот И Здесь также можно Ну, если что так Принято Включить понижающую передачу Но Это только для очень серьезного Бездорожья Да, там, где там Где трактор У нас неоднородное покрытие Хочу отметить Что сейчас полный привод Справился хорошо То есть я нагас нажал Машина моментально выйдет Печка ужасно Очень сильно греет Она Для Сибири Вот в Сибири, да, ты говорил Очень популярный автомобиль Да Потому что в Сибири Это такая вещь Там, если машина сломается Зимой, да Минус 40 Минус 50 Лучше, чтобы она не ломалась Потому что по теории Потенциальная смерть Потому что это дизель Да Потому что дизель По теории Дизель и хуже греют Чем бензин Правильно? Ну, по теории А здесь Ну, у нас сейчас Конечно, не минус 40 Но такого Не замечается Очень приятно Машина себя ведет В таких ситуациях Чувствуешь себя Каким-то королем дороги Которому все В принципе По плечу То есть Удобно Комфортно В салоне Ничего не гремит Не шумит Никаких сносов Абсолютно Машину очень сложно Там потерять Даже Для дороги Если, кстати Мы за счет Более острого руля Могли Амарок Попробовать Снести В занос То здесь Руль Не такой острый И машину Очень сложно Как-то даже Спровоцировать На занос Даже если захочешь То есть Здесь На Амароке Было более четко Рулевое управление Но Здесь По крайней мере Мы дорогу Не так чувствуем И оно такое Какое-то более Более экстремальное Автомобиль Вот здесь Он более экстремальный Такой Знаете Вот он Какой-то С запасом прочности А Амарок Такое впечатление Не производит Хотя Может быть Мое личное мнение Ну прям вот Ну блин Можно 100, 200, 300 км По такой дороге Проехать И это Абсолютный кайф Мне кажется То есть Едешь навстречу Приключением Солнце в глаза Уже Надоело То, что у нас Глаза Конечно Едем по отвратительной Дороге То есть У нас Такие ухабы Кто тут Интересно Идет Тоже Калия Широкая Ну это Это ерунда Абсолютно Очень энергоемкая Подвеска Она Такие Она Мы Я сколько Вот езжу По этим Бойракам И мы ни разу Даже не пробили Вот смотрите Едем Ни разу А если брать Вот например Получается В минимальные деньги Это кабина У нас С одной дверью Ой С двумя дверьми А тоже Четыре двери Да За 800 тысяч А потому что По моему Есть комплектация За всем За всем уж там Минимальные За совсем Минимальные деньги Как она там С двумя дверьми Нет такой Не продается Может быть На нашем рынке Они не очень Не представлены Очень Очень Хорошо Передок То есть Хорошо что Если бы мы сейчас Ездили на Подключаемом Передке Вот например У нас сейчас была Такая небольшая ситуация У нас снесся мост Немножко Если бы у нас Он подключился Возможно У нас угол заноса Был бы больше Потому что Не успел бы Подключиться А так как постоянный У нас все равно Идет легкий снос Мы моментально Просто В принципе Автомобиль Он не допускает Сноса Он что��를 Как чтоלק То нельзя Немножко rap Оноу Дом Потому что Оноу Оно 감oot Bes explosives Субтитры сделал DimaTorzok Так, внешность у нас классическая, то есть уже наверное года 4 стоит он на линейке Смотрите, огромный дорожный просвет, минимальный свеса у автомобиля, то есть видно здесь мощная очень рама У нас так называемый кунг, у нас крышка, здесь у нас такие же металлические опоры Сколько здесь килограмм удерживает? До 250, да? По-моему в Амароке было 200, если я не ошибаюсь Здесь в принципе все изолировано А сколько такой стоит, вот ориентировочно, от иду? Да, вот У нас в деле сколько стоит, по крайней мере установки в районе 80 тысяч рублей У нас окошки, это окошки что ли какие складные? А зачем они нужны, чтобы кого-то посадить сюда что ли? Ну да, там много, там такие зауженные, заниженные Так, вот такая у нас крышка Даже мне кажется, что внедорожную резину не надо, он очень задран Конечно лучше бы немножко позубасти, но это стандартный вариант, да, Мишлен у них на завод идет Запаска у нас сзади Полноценный, посмотрите какой огромный мост Это же просто удивительная мощь Так, так, салон у нас такой спартанский Ну здесь все по просому Грубый пластик везде Такой он не скрипучий, но такой дешевый, да? Здесь у нас 4 стеклоподъемника Спереди, сзади блокировка подъема окна Регулировка зеркал Ой, регулировка зеркал Панель приборов у нас классическая Mitsubishi Спидометр, тахометр, уровень топливного бака Здесь у нас селектор Система, да, то есть, в принципе Вот Управление климат-контролем Здесь у нас, в принципе Здесь у нас, значит, положение мы регулируем Скорость вентилятора и температуру Здесь у нас магнитола, штатная В принципе, она не особо какая-то там навороченная Музыка есть в салоне, ладно Снизу прикуриватель Подогрев сидений Так, и это у нас Открывание заднего окна Вот Автомат ПРНД классический Вот у нас управление, значит, у нас С трансмиссией Вот У нас ручник Подлокотник двойной Вот, сидеть здесь, в принципе, удобно Огромные зеркала Попрошу заметить, что очень хорошо Сидение такое Такое, ну, по-спартанскому все, да Здесь, конечно, салон не самое большое преимущество этого автомобиля Но не скрипит Сделано вроде как-то на совесть, да То есть, в принципе Сейчас попробуем назад сесть Сзади, в принципе, тоже полноценная дверь Нельзя назвать ее какой-то половинчатой, да У нас полноценная дверь Садимся назад Сажусь сам за собой Рост метр девяносто Умещаюсь Место есть Но небольшой запас, конечно Место на ноговой Кулак пролезает В принципе, для двоих Здесь будет очень удобно Все так адекватно Здесь у нас подлокотник С подстаканниками Ну, сзади сидеть комфортно Мне полноценные места Не какие-то там половинчатые, да Как раньше, вот, бывает у некоторых пикавка Прям полноценные Полноценные сидения Под капотом у нас проверенный временем Классический дизель Common Rail Системы впрыска, да Все открыто Аккумулятор Аккумулятор даже 2 здесь, видите Вот, в принципе, все здесь так Нельзя сказать, что закрыто, да То есть, в принципе, капотное пространство Нам позволяет все, в принципе, сделать самим То есть, какие-то вещи мы можем делать Не обязательно у дилера Кстати, хочу отметить, что этот дизель очень хорошо греет Машина моментально прогрелась И грела уже там После 5 минут работы Обычно дизеля не славятся там Тем, что они прям греют хорошо А так автомобиль понравился Такой хороший пикап Мне кажется, вот, для экспедиции Такой надежная конструкция Ну, надежная, понятно Потому что всю жизнь их выпускали Преимущество здесь, конечно Проверенное годами Суперселект Вот, автомат Дизель шумноват, конечно Но тянет очень хорошо Надежный автомобиль Такой с запасом прочности Мне понравился Вот, за свои деньги Мне кажется, цена-качество Очень хороший вариант Потому что, если, например Здесь топ стоит 1.200.000 на автомате То Амарок стоит 1.500.000, да Все Всем спасибо за внимание До встречи